Здравствуйте! Мы продолжаем наше занятие, и тема сегодняшнего урока — это художественная культура древней Месопотамии. Начнём мы традиционно с периодизации. Перед вами на слайде приведены основные этапы развития данной культуры. Сразу скажем, что эта периодизация, как и любая периодизация, достаточно условна, потому что в какие-то моменты времени, в какие-то этапы культуры развивались параллельно. Они могли как-то пересекаться, перекликаться друг с другом, поэтому вот такая учебная именно периодизация, она поможет вам в дальнейшем систематизировать тот материал, который мы с вами рассмотрим, и тот, который вы самостоятельно почитаете в учебной литературе. Говоря об особенностях культуры древней Месопотамии, в первую очередь отметим связь с таким наследием первобытной культуры, то есть это отголоски тотемизма, почитания тотемного предка, это отголоски обожествления сил природы, что находилось в первую очередь в легендах о древнешумерских богах и богах прочего периода и так далее. То есть важный момент понимания тех качеств, тех явлений, которые были свойственны для культуры первобытного общества, потому что именно на этой основе были сформированы и прочие цивилизации. Вторая особенность, которая свойственна для культуры древними Месопотамии, это наличие письменности, это очень облегчает исследования, потому что появляется большой корпус материалов, который был записан, и благодаря этому мы получаем возможность изучать, например, литературу древними Месопотамии, знакомиться с мифологическими и религиозными представлениями. Третья особенность, которая актуальна для традиций древними Месопотамии, это связь с географическими условиями. Как мы уже поняли, любые культуры так или иначе отражают развитие той территории, географические особенности, которые характерны на разных этапах. Поэтому для древней Месопотамии большое значение имело расположение этой цивилизации в долине двух рек. Собственно, само название Месопотамии, Мезоспотамос между речи, говорит об этом моменте. Две реки – это Тигр и Ефрат, которые впадают в Персидский залив, в рамках которых были сформированы первые очаги данной цивилизации. Отметим, что такое большое количество воды обусловило интерес к данному сюжету и в литературе. В частности, миф о создании всего из воды или представление о потопе, который нашли отражение уже в более поздних памятниках литературы, это всё отражает названную особенность, то есть влияние географических условий. Более того, другие виды искусства, не только литература, скажем, архитектура приобретает ряд особенностей благодаря такому большому количеству влаги, то есть необходимость более высокого постамента, цоколя, который обеспечивала бы такую безопасность от подтопления. Это то, что характерно для храмов древнейшего периода. Четвёртая особенность, которую мы с вами должны назвать, когда говорим про развитие культуры древними сапотами, это, в отличие от древнеегипетской цивилизации, отсутствие строгого канона, по крайней мере, на ранних этапах формирования культуры. То есть большее разнообразие, большая свобода, которая обусловила создание таких прекрасных шедевров и скульптуры, и живописи, и декоративно-прикладного искусства. В дальнейшем, например, для культуры Ассирии, наоборот, было характерно формирование достаточно строгого канона, который был обусловлен, скорее всего, такими общественно-политическими моментами, которые были характерны для развития именно этой культуры. Теперь посмотрим с вами на карту древней месопотамии. Обратим внимание на те две реки, которые я назвала Тигр и Ефрат. И обратим внимание, что именно в данном регионе, где располагаются древнейшие центры, такие как Ур, Урук, Элюбейт и так далее, именно здесь и появляются первые очаги цивилизации древней месопотамии и первые источники распространения этой культуры. Здесь на карте показано последовательно, как проходила эволюция этих исторических и культурных этапов. То есть шумеры, их расселение было связано с этими областями, далее цивилизация аккадская, потом формируется единая шумеро-аккадская культура, ассирийская держава, которая распространяет свое влияние на более грандиозные территории и так далее. То есть это важные аспекты, которые показывают о том, что культура отличается по этапам, и связано это также и с тем, что разные территории попадали в сферу влияния. На данном слайде мы видим изображение, которое связано с ассирийской цивилизацией в XIII веке до н.э. И на данном слайде мы с вами видим границы Ново-Вавилонского царства в первой половине VI века до н.э. То есть тот этап, который завершает классическую древнюю месопотамию. Если говорить про письменность, то нужно сказать о том, что в Древнем Египте существовали такие системы письма, как иероглифика, иератика, демотика. Древняя месопотамская письменность была связана с клинописью. Это было обусловлено материалом, на котором и с помощью которого создавались тексты в рамках данной цивилизации. Это были глиняные таблички, на которых специальной палочкой делался оттиск, и таким образом кленовидная форма, как видно на данной печати, которая перед вами, кленовидная форма, она обусловила и наименование данной системы письма. Древнейшие памятники, которые были связаны с шумерской цивилизацией, также представлены перед вами, это цилиндрические печати, которые использовались для деловой документации, которые использовались для какой-то государственной переписки. Эти печати украшались врезанными композициями, которые приобретали при откатке геральдические особенности, то есть строгая симметрия, четкий ритм композиции. И таким образом именно эти образцы являются одним из древнейших примеров культуры, которая была связана с традициями древнего шумера. Следующая группа произведений – это памятники искусства изобразительного. В первую очередь мы говорим про памятники пластики, это статуэтки. Они выполнялись из разного материала, обычно из камня. В данном случае перед вами произведение, выполненное из алебастра. Глаза, так же, как и в Древнем Египте, были инкрустированы для того, чтобы придать такое большее живоподобие и большую натуралистичность образу. Это памятник, который относится к середине III тысячелетия до н.э. Находится он в собрании Лувра в Париже. И это статуя одного из правителей, который был связан с древнейшим этапом развития данной культуры. Такие статуэтки получали наименование вативных, то есть посвятительных, и также они располагались в рамках какого-то сакрального пространства, например, в рамках храмового пространства. Более того, были образцы и статуи божеств, то есть не только правителей, не только статуи, которые носили посвятительный характер. Вот перед вами образец такой скульптуры, которая была связана с интерпретацией образа божества. Это голова богини из белого храма в руки. Иногда ее атрибутируют как статую богини Иштар. Выполнена она из мрамора. Очень интересный образец, который показывает умение мастера работать с пластикой, работать с крупными плоскостями, и произведение, которое отличается статичностью и рассчитано на фронтальный осмотр. Для древнейшего периода характерно формирование храмовых ансамблей, например, белый храм, который располагается в Уре. Перед вами фрагмент и реконструкция. И в более поздние периоды появляется новая форма архитектурная, это так называемые зиккураты. Зиккураты – это неотъемлемая часть храмового комплекса в Месопотамии. Это конструкция, которая имеет ступенчатое постепенное убывание объемов. В данном случае перед вами один из древнейших зиккуратов, который располагается в Уре. Выстроен он в виде трехступенчатой башни, и высота этого памятника около 21 метра. Отметим, что именно зиккураты, сооружения подобного рода, они нашли отражение и в памятниках культуры других периодов, других эпох, других цивилизаций. В частности, легенда о Вавилонской башне, она также связана именно с данной формой. Также эти сооружения могли использоваться жрецами древними Сопотамии для астрономических наблюдений. Такая вот обсерватория, которая располагалась в верхней части этого сооружения. В Древнем Египте древняя Месопотамия на ранних этапах сформировала большое количество таких интересных и эффектных памятников декоративно-прикладного искусства. В данном случае это также пример погребального инвентаря. Перед вами арфа из царской гробницы Вури, которая выполнена в технике инкрустации и таким образом получает свои неповторимые выразительные качества. Мы видим, что резонатор арфа украшен золотом, инкрустацией из перламутра и лазурита. И здесь есть сюжетная сторона. Мы видим, что это сцены, которые были связаны с народными сказаниями. В более поздние периоды, уже в эпоху шумеро-аккадской культуры, появляются образцы скульптуры иного рода. В первую очередь поговорим о портретной голове Саргона Древнего, памятник, который выполнен из медиа и происходит из Ниневии. Это одна из древнейших столиц данной культуры. Сейчас располагается этот памятник в Багдаде. Саргон I, Саргон Древний, был основателем династии, которая правила около полутора веков. Его личность была легендарна, один из самых известных правителей, который связан с традициями данной культуры. Еще один памятник, который относится к следующему периоду, это стелла царя Нарамсина. Памятник выполнен из красного песчаника. Сюжет, который здесь представлен, посвящен победе властителя над враждебным племенем Лулубеев. Мы видим о том, что царь сбирается по уступам все выше и выше, и на пике этой горы находится солярный знак, который был связан с атрибутами солнечного бога. Солнечный бог Шамаш, который является в данном случае покровителем. Еще один пример пластики древними Сапотамии – это портретная голова и статуя Гудеа. Гудеа был правителем города Лагаша, тоже один из древнейших центров. Он был наместником Кутиев, который завоевали Акадское царство. Его деятельность, как мы знаем, из письменных источников, из аналов, она была посвящена даже восстановлению древних памятников. Также он проводил большие хозяйственные работы и также способствовал расцвету экономическому и общественному. Его образ сохранили такие же посвятительные эвативные статуи, одна из которых представлена перед вами. Это произведение, которое находится в собрании парижского Лувра. Обратите внимание, что композиция достаточно статичная, то есть фигура представлена сидящей на таком кубообразном троне. Одежда имеет условный характер. За счет прочности материала, за счет его твердости отсутствует эта динамика. Руки правителя сложены в характерном жестии. В то же время его лицо приобретает определенные черты портретного сходства. То есть, конечно, сочетание с одной стороны условной трактовки и с другой стороны интерес к индивидуальным качествам, интерес к индивидуальным характеристикам – это важный аспект, на который следует обратить внимание, когда мы говорим о скульптуре указанного периода. И еще одна статуя. Здесь уже правитель представлен в Рост. Это статуя тоже из собрания парижского Лувра. И обращают на себя внимание такие достаточно приземистые пропорции. То есть, в отличие от образцов, например, Египта, эпохи Нового Царства, где были удлиненные, вытянутые такие характеристики, здесь мы видим большую статичность и несколько иной масштаб, иной масштаб формы. Следующий период был связан с возвышением Вавилона и многие достижения в сфере культуры, не только в изобразительном искусстве, не только в архитектуре, но и в сфере литературного творчества. Как раз в сфере литературы памятник, который связан с правом, право – это тоже у нас, естественно, элемент культуры. Так вот, еще один памятник, который был связан с литературой и со сферой права – это законы Хамурапи, которые относятся к следующему периоду развития культуры древней Месопотамии. Перед вами стела Хамурапи, которая происходит из Суз. Она выполнена из очень прочного материала. Это камень, который называется Диорит. Но можно вспомнить, что в Древнем Египте, например, из Диорита делали молоты. То есть это очень такой крепкий материал, поэтому для того, чтобы увековечить законы Хамурапи, именно он и был выбран. Перед вами стела, которая содержит в нижней части запись законов. Законы охватывали все сферы жизни вавилонского общества. Это административное, гражданское, уволовное. И считается, что именно этот памятник является одним из ключевых образцов древневосточной правовой мысли. Это нижняя часть – запись данного свода закона. В верхней части мы с вами видим изображение самого Хамурапи. Эта композиция выполнена в форме рельефа. Хамурапи получает законы из рук божества. Таким образом, необходимо было подчеркнуть божественное происхождение от называемой сцены инвеституры, для того, чтобы подчеркнуть идею божественного происхождения власти царя. Как мы уже сказали, Хамурапи – это один из выдающихся государственных деятелей, которые относятся к периоду Старого Илонского царства. Он расширил пределы государства, завоевав такие территории, как Урук, Ларса, государство Марии и другие. Поэтому данный образец скульптуры и право – один из ключевых памятников культуры древней Месопотамии. Следующий период, который связан с возвышением ассирийской державы, он тоже оставил ряд существенных образцов в сфере художественной культуры и изобразительного искусства. Можно сказать о том, что ассирийская военная держава была необычайно воинственной, и поэтому основная тема, основные сюжеты, которые появляются в изобразительном искусстве – это тема сражений. То есть в отличие от предшествующих этапов, которые были связаны в большей степени с религиозными представлениями, здесь тематика в большей степени светская. Если это не сражения, это могут быть сцены охоты. И основная задача, которую ставит перед собой искусство в это время – это прославление и утверждение величия царя. В данном случае перед вами пример, который связан с именем Саргона II. Саргон II – это выдающийся государственный деятель, правитель, который основывает новую столицу, современный Харсабад – это древнее наименование Дур-Шарукин. И этот дворец был декорирован разнообразными примерами, в частности, вот перед вами Шэду. Шэду из дворца Саргона II, которые были выполнены из песчаника, а сейчас они хранятся в собрании государственных музеев Берлина. Шэду – это такие статуи хранителей, которые имеют очень сложную символику, они представляют собой сочетание разных животных, а при этом имеют лицо человека. И особенностью этих статуй является наличие у них лишней ноги, для того, чтобы подчеркнуть иллюзию движения, для того, чтобы передать динамику. И таким образом мастера совершенствуют свое искусство и осваивают новые формы, в частности, в сфере пластики. Дворец Саргона II исследователи называют Версалем Ассирийского царя. Он был выстроен на искусственном возвышении, со всех сторон он был окружен стенами. И очень интересно рассматривать, каким образом были сформированы основные размеры, которые архитекторы применяли при его создании. Именно в размерах было зашифровано числовое имя вот этого ассирийского царя. То есть нумерология, какие-то моменты, которые связаны с развитием естественных наук, они в контексте данной культуры приобретали такое сакральное значение. Следующий пример пластики, который также был связан с древнейшим периодом развития культуры древней Месопотамии, это изображение оконной охоты Ашурба-Непала. Это рельеф, который был связан с царским дворцом в Ниневии. Это уже столица Вавилона, то есть следующий период, VII век до н.э. Вот отметим, что особенностью именно данных рельефов, которые располагаются в дворце Ашурба-Непала, является то, что здесь впервые в искусстве Древнего Востока встречается полный профиль в изображении фигур. Также обычные исследователи отмечают, что здесь с большим мастерством передается динамика, то есть движение людей, движение животных, и эта динамика позволяет последовательно раскрывать действия. То есть повествовательный характер, он здесь приобретает вот уже законченное оформление, которое также свидетельствует о постепенной эволюции и о совершенствовании уровня мастерства. Ну и такой заключительный памятник, который относится уже к новой вилонской культуре, также это «Ворота богини Иштар», произведение, которое было создано в VI веке до н.э. Однако сейчас оно также располагается не на своем, так сказать, исконном месте, а было оно перевезено в собрание Государственных музеев Берлина. Ворота Иштар – это памятник, который связан с последним возвышением Вавилона. Это врата, которые имеют очень яркое декоративное оформление, это глазурованная плитка, которая имеет такой кобальтовый оттенок или бирюзовый. И эти ворота украшены рельефными фигурами мифологических, полуфантастических существ. Нужно сказать, что эти ворота составляли часть ансамбля крепостных стен, которые окружали новый Вавилон. Тройные стены, которые имели восемь ворот, и как раз ворота богини Иштар, которые перед вами на слайде, – это главные ворота. После них начиналась священная дорога процессий, которая была в длину около 300 метров, которая вела к главному храму. Главный храм был посвящен богу Мордуку и его жене, которая олицетворяла собой утреннюю зарю. Таким образом, этот пример – уникальный образец гражданской архитектуры, оборонной архитектуры, которая имеет такое религиозное назначение. Ну и нужно сказать, что вот тот зеккурат, который стал прообразом Вавилонской башни, который я уже упоминала, – это зеккурат Этаминанке, который имел семиступенчатую структуру, он как раз тоже являлся частью этого грандиозного ансамбля. Когда немецкая археологическая экспедиция в конце XIX столетия занималась исследованием данных территорий, как раз вот горы кирпичей, которые были покрыты эмалью, более 100 тысяч обломков, они были собраны, законсервированы, и благодаря этому появилась возможность воссоздать ворота Иштар в натуральную величину в рамках уже музейного пространства. При этом были использованы подлинные кирпичи из Вавилона. Вот поэтому до сих пор в Берлинском музее можно пройти частично по этой дороге процессий. Таким образом, завершение культуры древними Сапотамии было связано с заключительным кратким возвышением Вавилона и с формированием особенностей новой вавилонской культуры, которая, как мы уже поняли, естественно, наследовала традициям, которые были заложены еще в древнейшие этапы, то есть в период развития культуры шумеров. Благодарю вас за внимание, и на этом мы с вами заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok